МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед началом выступления группы гостям обратилась заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства МГИК народная артистка России Лариса Долина. Именно Лариса Александровна организовала эту творческую встречу. Артистка признается, что Ума Турман – ее любимый музыкальный коллектив. Когда только Ума Турман появилась, я поняла, что родилось что-то неоднозначное. Абсолютно в разных планах. Это и с музыкальной точки зрения, и с точки зрения текстов, стихов, подачи музыкальной. Энергетика сумасшедшая. Ну, у нас есть артисты, которые тоже обладают сумасшедшей энергетикой. Но они особенные. Зал буквально взорвался аплодисментами, когда на сцене появились музыканты. Особенность концерта заключалась в том, что группа исполнила свои хиты совместно со студентами кафедры эстрадно-джазового искусства МГИК и музыкальной академии Ларисы Долиной. Такая уникальная возможность выступить со своими кумирами на одной сцене выпадает, возможно, раз в жизни. Екатерина Колотилкина поделилась эмоциями сразу после незабываемого дебюта. На самом деле я испытываю невероятный восторг от взаимодействия с этой группой, потому что они тебя и поддерживают, они тебя и подбадривают. Хотелось бы, чтобы такие выступления были чаще, чтобы мы набирались опыта и, в принципе, становились настоящими профессионалами, как группа Ума Турман. Многие знают группу Ума Турман по саундтреку к популярному телесериалу «Папины дочки». Не обошлось и без исполнения этого доброго хита. Мелодичная с приятным мотивом. Хитовую композицию Просковья вместе с группой Ума Турман исполнил Виталий Кись-младший. С группой Ума Турман мне не доводилось никогда быть на одной сцене. И спасибо нашей кафедре, спасибо Ларисе Александровне Долиной, что у нас есть такая возможность набираться опыта и выступать с такими артистами, как Ума Турман. В строке «Я так ждала тебя, Вова» говорили сами за себя, так как, судя по реакции зала, студенты МГИК действительно очень ждали и Владимира Крестовского, и его брата Сергея. В такт знакомым хитам подпевали хором. Звезды российской эстрады, музыканты группы Ума Турман, Владимир и Сергей Крестовский рассказали о своих впечатлениях от такого музыкального эксперимента. Нам очень понравилось. Все молодцы вообще. И главные студенты, которые были с нами на сцене, и те, которые в зале, которые пели. Мы желаем, чтобы они развивались, росли как артисты и стали всемирно известными звездами. Концерт стал незабываемым событием для студентов, впечатления от которого точно будут вдохновлять на большие творческие свершения. И как поется в песне, проститься нету сил. Поэтому Химки будут ждать новой встречи с группой Ума Турман. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.